Ну так что ж, какие все-таки перспективы ждут Ладу Весту, об этом мы поговорим сейчас с нашим гостем. Кстати, этот гость один из немногих, кто уже успел посидеть за рулем Лады Весты и ее протестировать в деле, что называется. В нашей студии журналист раздела авто, портала 66.ру, Кирилл Зайцев. Кирилл, привет. Добрый вечер. Как всегда, ты с корабля на бал из Ижевска сразу к нам. Знаешь, что интересно, я с чего хочу начать. В прошлом году Яндекс составлял такой топ рейтинг премьеры года. Лады Веста заняла там второе место между шестым айфоном и новым Самсунгом. На твой взгляд, все-таки вот эта премьера, она не стала ли разочарованием года? Разочарованием, наверное, нет, но вау-эффект утрачен. Все-таки вот в прошлом году на массе, когда ее выкатили под фанфары, это был шок. Сейчас шока уже нет, потому что Лады Веста в информационном поле за минувший год было очень много. О ней много писали, о ней много говорили. Вау-эффекта уже нет, но и разочарования тоже, насколько я сегодня... Эффектов обманных ожиданий тоже нет все-таки. Да, пока нет. Ну, расскажи самое главное. Ты посидел сегодня за рулем. Во-первых, какой машины, на какой коробке там ты ездил? На обеих. На обеих из тех, что сейчас есть, да, и механика, и так называемый робот. И тут я не соглашусь с коллегой Александром, который почему-то очень разочаровался. Надо понимать, что робот это не автомат. Это очень специфическая и очень узкая трансмиссия, их очень немного, это такая довольно тупиковая ветвь. Но вот Автоваз решил из-за дешевизны ее устанавливать на свои автомобили, и конкретно робот Автовазовский, АМТ, получился, на мой взгляд, очень и очень неплохим. Если сравнивать с аналогами, даже по концерну Рено-Ниссан, не так давно Рено выкатили свои машины, и Логан и Сандера тоже с роботами. Вот у них роботизированные трансмиссии работают гораздо хуже, гораздо грубее, гораздо жестче. С этой трансмиссией надо научиться ездить. И успех или неуспех рыночной такой модели будет зависеть от того, насколько грамотно продавцы смогут объяснять клиенту, что это за зверь такой роботизированный, как с ним пользоваться, и тогда, я думаю, разочарований не будет. Если в целом суммировать ощущения от первых километров за рулем и той и другой Весты, знаешь, Элина, тут у меня такая помесь гордости и предубеждения. С одной стороны, да, продукт реально крутой. Продукт для Ижевского завода, продукт для Автоваза прорывной. Последний раз они что-то прорывное делали на минуточку 30 лет назад, когда выпускали «Восьмерку». Тогда им в доводке помогали инженеры «Порше», как мы помним, сейчас французские специалисты. Вот это был прорывной продукт. 30 лет мы ждали, и снова действительно вещь на голову, даже на две, на три головы выше того, что Автоваз сделал последние несколько десятилетий. Это относится к разделу гордости. Это гордость. Что касается предубеждения, это то, с чем придется бороться продавцам, когда покупатели будут приходить, смотреть, восклицать «Вау», а потом смотреть на ценник. Потому что в удобоваримой комплектации, я думаю, что Веста получится никак не меньше 550 тысяч. Это психологически сложно привыкнуть к такому порядку цен на «Ладу». Вот «Лада» и 550 тысяч – это тяжело. В свое время, например, та же «Шкода», которая у нас всегда воспринималась как производитель дешевых машин для пенсионеров, говорили так, и тут вдруг у них появились автомобили за миллион, и вот это сочетание «Шкода» и «Миллион» было дико. Вот сейчас «Лада» и 600 тысяч, это тоже диковато немножко звучит, вот это предубеждение, с которым продавцам придется работать. Слушай, а тебе не кажется, что «Калина» и «Приоры» все-таки хотя бы там наполовину это предубеждение уже как-то побороли? Ну нет, у них продажи же валятся, продажи валятся и валятся. Вслед, кстати говоря, за повышением цены. То есть пока «Гранта», например, стоила там на старте продаж 4 года назад 229 тысяч, ей многое прощали, ее брали пачками. Когда «Гранта» перевалила там за условные 300, 400 и выше тысяч, на продажи, ну, естественным образом начали падать, потому что, ну, «Лада» за 400 тысяч простенькая, это уже тяжело. А тут «Лада» не простенькая, но за 600 и тоже тяжело воспринимать будет. Я так понимаю, что это не единственное все-таки «но», которое ты хотела предъявить новой «Ладе-Вести». Да я пока прерву тебя, как раз поговорим о спаде продаж у «Лады». К нам по скайпу присоединяет Светлана Целикова. Пресс-секретаря агентства «Автостат». Светлана Юрьевна, здрасте. Продажи новых «Лад» действительно падают несколько месяцев подряд, и вот сейчас есть такая надежда, прежде всего, у самого «АвтоВАЗа», конечно, что «Веста» немножко поправит эту ситуацию. Можно на это рассчитывать, на ваш взгляд? Ну, мы в агентстве считаем, что эта тенденция может происходить, потому что «Лада-Веста» — это ожидаемый автомобиль, и, в общем-то, потребители очень в нем заинтересованы. Смотрите, вот спад автопродаж в России в этом году, Кирилл, поправь меня, там по разным оценкам от 33 до 40%, да? Где-то вот так вот. «АвтоВАЗ» на этом фоне ведь меньше остальных падает. Может, не так уж плохо сегодня? На самом деле, наибольший спад продаж приходится на месяцы весенние. Вы помните, когда курс доллара подскочил, рубль обвалился, все, в общем-то, перестали покупать автомобили, но с течением времени и благодаря программам господдержки этот спад продаж несколько снизился. Нельзя сказать, что он уже переломлен, и рынок начал восстанавливаться. Нет, конечно. Но снижение продаж, оно уменьшилось. И, безусловно, на фоне остальных марок бюджетных, скажем так, «АвтоВАЗ» выглядит лучше. Ну, по крайней мере, в штуках по продажам они же лидируют, да? Ну да, я не лидирую. Лидируют, и, в общем-то, это ей еще долго предстоит, держать эту планку. Светлана Юрьевна, последний вопрос вам задам. Попрошу нарисовать портрет сегодняшнего покупателя машины, да? Вот на что рассчитывают сейчас люди, на что они готовы потратить деньги, и сколько они готовы потратить? Новая там машина, поддержанная, иномарка российская. Ну, естественно, во время кризиса покупатели начинают экономить и смотрят в сторону тех автомобилей, которые несколько меньше по цене. И некоторые даже решают вместо нового автомобиля приобрести подержанный автомобиль. Именно в расчете на то, что как-то сэкономят свои средства. Но все-таки цена решает. Цена решает. Спасибо вам большое. Светлана Целикова, пресс-секретарь агентства «Автостат», была с нами на прямой связи. Паскай, Кирилл, вот скажи, на твой взгляд, вот ты все же про машины знаешь, можно было сделать «Ладу Весту» дешевле? По-моему, нет. Сегодня был очень забавный случай. Мы общались с рабочими завода, и, в частности, речь зашла про их доходы. Ну, напрямую девочки нам не сказали, сколько они получают, но коллега московский, видимо, очень плохо знакомый с реалиями жизни регионов, говорит, ну хотя бы полтинник-то вам платят. Девочки чуть не заплакали. Они таких цифр в жизни своей не слыхали. То есть получают они немного, но... Да, при том, что ижевские-то зовут, ижавты из пепла же подняли совсем недавно. То есть, ну, куда еще резать издержки, да? Ну, вот этим девочкам их зарплату 15 тысяч еще, что ли, там, на 2-3 тысячи урезать, чтобы конечный продукт получился еще дешевле, да? Ну, нет, на мой взгляд, сейчас резать особо некуда, и, ну, к тому же я считаю, что Веста своих денег стоит. Вот то, что за нее, скорее всего, попросят, вот эту вилку, которую Андерсон обозначил, 495-600, вот в нее она убирается неплохо. Ну, куда-то резать, не знаю, разве что валютную составляющую, вот эти 30%, дополнительно локализовывать и как-то за счет этого... Ну, теоретически, возможно, в перспективе в какой-то... Более того, может быть, если валюты не отскочат, рубль не укрепится, вполне возможно, что от мотора 1.6 Ниссановского будут отказываться в пользу перспективного мотора 1.8 разработки АвтоВАЗа. Пока что про него сегодня на конференции ничего не говорили, но он есть, и если окажется, что его ставить рентабельнее, чем импортный 1.6, который, кстати, тоже собирается здесь, но все-таки он более импортный, чем 1.8... Там есть импортные составляющие. Да, да, да. То тогда 1.6 Ниссановский немножко задвинут, и на его место придет ВАЗовский 1.8. Вот ставите, и собственный движок, и получается за счет этого, опять же, сэкономить. Да, удерживать цену, да. Возможно, возможно. Все-таки вот ты бы смог назвать Ладу Весту практически 100% отечественным автомобилем. Конечно. Ну, смотри, как сейчас все говорят, да? Шведский топ-менеджер, британский дизайнер. Почему это российская машина? Более того, там огромная команда чехов работает на заводе, там французские специалисты. Но мы же в эпоху глобализации живем, я не вижу ничего страшного в том, что огромный интернациональный коллектив трудился над российским продуктом. Собирается-то она все-таки в России. Плюс основной инженерный вклад был российских специалистов. Мощности российские. Вот этот пресловутый уровень локализации, он самый высокий по рынку сейчас. Да, да. То есть на 70% этот автомобиль российский. Смотри, вот планы у них достаточно оптимистичные. Как мне кажется, 5-6 тысяч лад Веста хотят до конца этого года продать. И там сколько, по-моему, 100 тысяч автомобилей в год. План дальнейший. Он не то чтобы оптимистичный, он на уровне конкурентов. Солярис примерно такими тиражами и продается. Недавно Hyundai отмечал выпуск полумиллионного автомобиля. То есть они запустились в 2010 году, в 2015 полумиллиона автомобилей продали. Но вот как раз где-то по 100 тысяч в год. Поэтому ничего недостижимого нет. Но с Солярисом трудиться, бороться придется трудно. Автовазу, потому что, опять же, вот предубеждение. У корейцев незапятнанная репутация. А про автоваз анекдоты рассказывают. Цвет лайм. Цвет огонь. Вот если брать Весту, то только в этом цвете. Ярко-зеленый. Вот этот. Вот он вырвает глаз. Потрясающий цвет. Он живьем. Так же хорошо смотрится, как на картине? Переливается, он играет. Я бы, наверное, на такой машине не рискнул выезжать. Но если брать супруги, то только такой. Спасибо тебе большое. Кирилл Зайцев, журналист раздела автопортал66.ru. Был гостем нашей студии. Ну и говорили мы о новинке автоваза «Ладу Весту». Сегодня запустили, выпустили, вернее, уже с конвейера Ижевского автозавода. Спасибо.